Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки! В эфире программа «Моя планета» и сегодня ее проведу я, Лиза Тычкова. У нас в студии присутствуют учители русского языка и литературы Хруженко Валентина Алексеевна и ученица 8-го Г-класса Одинцовской лингвистической гимназии Нина Колпакова. А сегодня мы поговорим о вашем проекте, который вы защищали в конце учебного года и выступали с ним на многих конференциях. Нина, расскажи об этом проекте более подробно. В нашей гимназии проходило мероприятие, посвященное 71-й годовщине Великой Отечественной войны, в котором мы читали произведение Ольги Бергольц «Февральский дневник». Оно тронуло всех присутствующих в зале, в том числе и нас. Именно произведения Ольги Бергольц сподвигли нас создать этот проект. Естественно, без Валентины Алексеевны ничего бы не получилось. Валентина Алексеевна, а почему вы выбрали именно эту тему для вашего проекта? Подбирая темы для исследовательских и проектных работ, я всегда учитываю интересы ребенка. Ни одна научная работа не увенчается успехом, если ребенку тема неинтересна. Учитывая то, что Нина творческая личность, у нее есть поэтический дар, я подобрала такую тему, которая была бы связана с лирическим творчеством. В прошлом году мы работали с Ниной над проектом «Тема Рождества в лирике и просьбе XX века». Результатом этой работы стала книга Нины Колпаковой «Праздник Рождества». В этом году подбирая тему для проектной деятельности, конечно же, я снова опиралась на то, что Нине интересны больше лирические произведения, чем прозаические. Безусловно, здесь важным является и тот момент, что тема, связанная с блокадой Ленинграда, имеет и воспитательный характер. Для того, чтобы достичь поставленных целей, конечно же, в первую очередь нам надо было не просто изучить творческую биографию Ольги Берекольц, не просто прочитать произведения, но и произвести очень глубокий литературовический анализ. Другими словами, заглянуть в творческую лабораторию писателя. Результатом работы в этом году, как и в прошлом, стала книга стихотворений, автор которой Нина Колпакова. Книгу мы назвали «Богнином кольце». Нина, я знаю, что ты пишешь собственные стихотворения. Может, ты нам сегодня что-нибудь прочитаешь из твоего творчества? Я бы хотела прочитать вам сегодня одно из моих стихотворений, которое называется «Самое страшное слово – война». Самое страшное слово – война. Тысячи судеб убила она. В вечность ушли чьи-то сыны. Они не покинут родителей сны. Зачем существует на свете война? Зачем рушить жизни и судьбы она? Души погибших живых берегут. В храме небесном как струны поют. Но мы их не слышим, как будто их нет. Ведь жили, мечтали, любили рассвет, стремились к успеху, растили детей, гуляли влюбленными в сень и аллеи. Война, кровь, страдания, боль, голод – война. Страшно, жестоко, нещадно она забрала их в царство вечно живущих, оставив нам память, боль, сердце жгущую. В вечность ушедшим памятник жизни потомков-героев, спасших отчизну. Нас, миллионы, головы склоним. Спите спокойно. Мы помним. Мы помним. Нина, мне очень понравилось твое стихотворение. Ты очень талантлива. И мне кажется, что ты не только прекрасно пишешь стихотворения, но и также прекрасно их читаешь. Валентина Алексеевна, расскажите, а как создавался проект? Ну, в первую очередь, надо было познакомиться с биографией, жизненным творческим путем Ольги Бергольц. И также прочитайте поэмы, лирические произведения и публицистические произведения. Я напомню, что тема нашего проекта «Образ блокадного Ленинграда в лирике и публицистике Ольги Бергольц». Творчество Ольги Бергольц недостаточно изучено, и литературических работ, посвященных произведениям Ольги Бергольц, недостаточное количество. Именно с этим были связаны трудности в работе над проектом. Второй этап – это, конечно же, анализ произведений. Надо было произвести очень глубокий литературический анализ. Надо было рассмотреть идеи на тематическое содержание произведений, образную систему лирических произведений поэм Ольги Бергольц. Безусловно, обратить внимание на изобразительное, выразительное средство языка. Возникает вопрос, для чего это необходимо? Для того, чтобы человек, который занимается исследованием творчества, мог понять, каким образом Ольге Бергольц удалось создать такие проникновенные образы и такие проникновенные произведения. И это и была одна из целей работы над проектом. Я понимала, что если Нина изучит так глубоко лирическое произведение поэтессы, она, конечно же, заинтересуется ими. И поскольку у Нины есть поэтический дар, то, скорее всего, ей удастся написать произведения, которые бы хотя бы в какой-то стилистической тональности и в образности были бы очень близки произведениям Ольги Бергольц. И, в общем-то, мои ожидания оправдались. Нина, а что стало результатом вашей работы? Результатом нашей проектной работы стал сборник под названием «Волненном кольце». Данный альбом иллюстрирован фотографиями военного времени и репродукциями художников-блокадников. А насколько тебя тронули произведения Ольги Бергольц и сколько стихотворений ты включила в этот альбом? Я настолько увлеклась творчеством поэтессы, что мне и самой захотелось написать произведения, посвященные блокаде Ленинграда. В сборник «В огненном кольце» вошли восемь написанных мною стихотворений и два произведения в форме эссе. Нина, может быть, ты еще прочитаешь отрывок из какого-нибудь своего произведения? Мне бы сейчас хотелось прочитать отрывок из стихотворения «Ода хлебу». Перевозили хлеб в машинах Сквозь взрывы Свисты пуль По льду Под воду Уходили шины Шофер твердил лишь Довезу Доставлю хлеб В блокадный город Где он Спасение всего Где люди знают Слово голод И знают Страшный лик его Где мать Дитя свое Хоронит Обменивая Хлеб На гроб Ребенок Где от боли Стонет Я еду Еду лишь Вперед И сквозь кольцо Держа в блокаду Единственный Опасный путь Довез он хлеб До Ленинграда Моля одно Не утонуть Спасибо Нина Я знаю Что в рамках проекта Ты со своей мамой Посетила город Санкт-Петербург Расскажи более подробно Об этой поездке На самом деле Когда мы только Планировали поехать В Санкт-Петербург Мы с мамой Столкнулись с такой проблемой Что не могли Найти экскурсовода Который бы познакомил нас С темой Великой Отечественной войны И блокадой Ленинграда Но все-таки Потом нам посчастливилось И мы нашли Хорошего экскурсовода Который познакомил нас Со многими Историческими местами Связанными с блокадой Ленинграда Валентина Алексеевна Я знаю Что вы представляли Ваш проект На конференции В Обнинске Расскажите Как проходила защита И как жюри Оценило вашу работу Конференция В Обнинске Называется Первые шаги в науку Это движение В России Существует уже Более 30 лет И развивается При поддержке Малой Академии Наук В Обнинске Наша работа Заняла первое место Что позволило нам Участвовать Еще в одной конференции Которая проводилась Летом в Сочи И вот В Сочи Наша работа Также заняла первое место И мы получили Дополнительную награду Диплом за лучшую работу Нина Какие впечатления И эмоции Остались у тебя После участия В научных конференциях На самом деле Только хорошие Потому что Все участники Были очень сильны Проектные работы Защищались На очень высоком уровне Я также принимала Участие В районной научной Конференции Луч И стала победителем Мне очень нравится Заниматься научной Деятельностью Валентина Алексеевна А как вы Относитесь К проектной деятельности И как вы считаете Насколько она важна Безусловно С моей точки зрения Проектная деятельность Очень важное направление В развитии школьников Поскольку Эта деятельность Позволяет Развить Не только Личностные Качества Учеников Но и их Творческие Способности Интерес к науке Интерес к той Или иной Дисциплине Я очень хочу Поблагодарить Валентину Алексеевну За то что Она помогла мне И с выбором Темы И с самой Работой И так же Я бы Очень хотела Поблагодарить Мою маму Валентина Алексеевна А какие у вас Планы на этот год По поводу проекта В этом году Мы решили Сместить акценты И для проекта Подобрали тему Которая связана С актуальными проблемами Развития русского Современного Литературного языка Валентина Алексеевна Нина Огромное вам спасибо Что нашли время И пришли сегодня К нам в студию Я желаю вам Дальнейших успехов В вашем проекте Большое спасибо За приглашение Спасибо Вы смотрели программу Моя планета Верьте в себя И у вас все Обязательно получится Пока